Ну все, и главное булочки свои расслабьте, тогда больной не почувствуйте. Доктор, я готов, только не забудьте протереть спиртиком. Нет, конечно же, не забыл. Блин, этот серенеголовый только нам помешал елочку из лесу привезти домой. Ну ничего, у нас же есть в дворе маленькая елочка, которую Юля наряжала. Вот с ней отметим. Ну нормально же такая елочка у нас в дворе растет, да получше, чем в этом лесу. О, ух ты, это что, Санта? Это что, настоящий, все с подарками возле нашей елочки, ничего себе. Юля, Юля, давай быстрее, иди сюда. Блин, он что, исчез? У меня что, до сих пор глючит? Юля, может не спешит, я пошутил. Ну я же что от него видел, Санту здесь возле елки стоял, еще с подарками. Может за домом тоже его нет? Юля, я точно не буду говорить, что Санту видел, да примет меня за ненормально. Лучше я пойду в игру поиграю. Походу Сережа опять Санта померечился, надо на него точно врача вызвать. Так, на каком это уровне я остановился? Ого, это что у нас, елка настоящая дома стоит. И когда это Юля ее успела поставить? Это что, мы в лес просто так ходили, подвергали себя опасности. Ну Юля хитрюга. Фух, вот это в лесу мы замерзли. Ничего себе, какая красивая елочка. Сережа, когда ты ее успел нарядить? Теперь точно можешь поиграть в свою игру. Ничего я, Юля, не наряжал. Это ты меня здесь разводишь со своей елкой. Ничего я, Сережа, точно не наряжала. И никакую елочку я домой не переносила. Ну так чего, она сама могла здесь появиться? Слушай, а может это тот Санта, который возле дома на входе стоял? Какой еще Санта? Чего тебе опять что-то померящилось? Ну я не хотел тебе об этом говорить. Но раз такая красавица у нас в доме, значит и воррут проделки. Ой, Сережа, опять ты меня разводишь. Ты, наверное, хотел надо мной пошутить. Сам мне решил терпись такой устроить. Сам елочку нарядил, да еще и такую красивую. А мне пытаются влить в уши про какого-то Санта несуществующего. Ладно, играю. Да, Юля, ну конечно я поиграю. Блин, круто получилось. Елочка такая клевая у нас в доме оказалась. Еще и все такая нарядная. А вы, ребята, как думаете, кто эту елочку нам домой принес такую? Да еще все нарядную. Напишите в комментариях, а я пока поиграю. Что-то это очень все подозрительно. Елочка такая красивая, наряженная у нас дома стоит. И Сережа, правда, никак не может сказать. В промежутках какой-то инусанта все время кажется. Надо точно позвонить врачу. Пусть приедет и даст Сереже укол. От хитрости или от галлюцинаций. И точно мне Сережа тогда всю правду выдаст. Алло, здравствуйте. Это доктор? Послушайте, тут Сережу преследуют все время какие-то предновогодние галлюцинации. Может быть, вы его как-то вылечите? Ага, хорошо. Будем вас ждать. Вот и договорились. Сейчас Сережа приедет и самый большой укол поставит от этих галлюцинаций. А может, это не галлюцинации, а просто его какая-то злая шутка надо мной. Но мы проверим. Странно, кто-то к нам пришел. Мы же никого не ждем. Сережа, это ко мне. Я пойду открою. Ну, раз Юля к тебе, тогда иди и открывай. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Вы нас вызывали, что у вас случилось? Рассказывайте. Вы понимаете, тут у Сережи галлюцинации целый день. Он постоянно видит Санту. Ничего страшного не вижу, ведь на кону Новый год. Санту видят все? Я не понял. Это что там за мужик? К Юле моей пришел. И о чем это не разговаривает? Нужно пойти подслушать. Так он не простого Санту видит, а Санту сиреноголового. Это что, врач? Это Юля вызвала на меня этого врача. И они разговаривают о галлюцинациях. Не, я лучше пойду в кресло, обратно сяду. Блин, я надеюсь, это не ко мне этот прикол, доктор. Санту сиреноголового? А вот это уже нужно лечить. Пойдемте покажете, где ваш пациент. Вот, доктор, проходите. Вот он сидит в телефоне и играется. Здравствуйте, пациент. Что вас беспокоит? Это вы видите Санту сиреноголового? Да, здравствуйте, доктор. Да как вы могли такое подумать? Я никого не вижу. Нет, поступил вызов. Вы мне здесь сказки не рассказываете. Придется вас лечить. Вы мне дадите, доктор, таблетку и поедете? Нет, вам придется поставить укол от галлюцинации. Так что ложитесь, пожалуйста, на живот и расслабьте свои булки. Доктор, а может все же обойдемся таблеткой? Нет, без разговорчиков. Готовимся. А это точно не больно, доктор? Ну ладно. Да что же вы боитесь? От галлюцинации это не больно. Для начала нужно встряхнуть, выпустить в воздух. Вот так. Ну все, и главное булочки свои расслабьте. Тогда больно не почувствуете. Доктор, я готов. Только не забудьте протереть спиртиком. Нет, конечно же, не забыл. Прижмите ватку и держите. И полежите пять минут, пока укол рассосется. Ладно, доктор, спасибо. А может я кое-что вам на ушко расскажу? Наклонитесь ко мне поближе. Ну что вы там еще хотите? Ну давайте, расскажите. Вы знаете, доктор, не один я этих Санта-сиреноголовых видел. И Юля тоже. Вы у нее спросите. Ого! Да вы что? А вам что, тоже галлюцинации кажутся? Нет, доктор. Мне точно ничего не перечудилось. Все, спасибо, что Сережу полечили. Пошлите, я вас проведу. Хорошо, что у вас все хорошо. А вы, пациент, выздоравливайте. Все, до свидания всем. Ну все, доктор, спасибо, что Сережу подлечили. До свидания. Ну что, Сережа, подлечили тебя немножко. Теперь я надеюсь, тебе Санта-сиреноголовая точно не будет казаться. Юля, так ты же тоже видела Санту-сиреноголового. Почему ты врача обманула и сказала, что только я его видел? Ну и видела, ну и что? Ну так он же мне померещился всего лишь один раз. И я же не утверждаю, что я елку нарядила какую-то. И Санты мне больше никакие не чудились. Вот поэтому тебе уколы поставили. Ничего. Полежи немножко, подумай над своим поведением. Блин, зачетно, круто, все получилось. Я все записал на видео. Теперь у меня тоже на Юлю есть компромат. Ну а вы, ребята, были на канале ЮА-шоу. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И не пропускайте нашу новую очередную прикольную серию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok